Да, проводили исследования совместно с Telegram Analytics. Это такой очень крутой сайт. Ребята собрали вообще все крупные Telegram-каналы и по ним выдали статистику. То есть можно по-любому посмотреть, как он растет, какое количество просмотров у кого поставят. Дико удобная штука даже для того, чтобы посмотреть свою статистику. Больше всего это юмор-развлечение. Блоги — это очень широкая аудитория. То есть сюда всякие авторские каналы пошли. И они могут быть самой кратной тематикой. Просто так объединили. Потом довольно много каналов про образование и стартап и бизнес. Здесь нет про криптовалюту, потому что исследования не совсем прям новые. Но каналы про криптовалюту растут какими-то бешеным темпами. По-моему, по 900 за месяц прибавляется, что ли, нового канала. Такое число. Еще небольшое фьюти инфа — это сколько регулярно узнают людей новости с телеграм-каналов? По Москве, по данным опросам, 7% тех, у кого есть смартфон, они регулярно чекают каналы и берут оттуда информацию. В обычной социальной сети есть лента, где соседствует и контент брендов, и контент друзей, и какая-то реклама. То есть все в перемешку. Это нормально воспринимается, люди привыкли. А это мессенджер. Это гораздо более личное пространство. И поэтому вам приходится в вашем контенте конкурировать с тем, что пишут друзья этого человека. То есть он в большей вероятности не дочитает и отвлечется на уведомления о сообщении, которое ему придет. Первое, самое простое, что бывает — это покупка рекламы в каналах. Ну, например, допустим, там у меня в канале все было рекламы. То есть это некая ссылка с упоминанием, где человек призывает подписываться на этот канал. Довольно простая история. Есть, кроме того, для небольших каналов вариант, когда люди обмениваются постами. Ну, то есть фактически так же, как вот блогеры, не знаю, продвигались там в ЖЖ или сейчас тоже. Они часто обмениваются постами, чтобы поширить между собой аудиторию. То же самое происходит и в Телеграме. Просто не все каналы на это идут. Нужно, чтобы была сравнимая аудитория по численности, чтобы она была сравнимая по качеству. Раньше это был довольно эффективный инструмент. Там буквально, может быть, год назад, полгода назад. Сейчас же из-за того, что все-таки постепенно среднее количество каналов, на которые подписан активный пользователь, увеличивается. У него все меньше и меньше стимула подписаться на канал, потому что он, скорее всего, что-то такое подобное тематике читает. Или же он просто понимает, что он читает очень много каналов и ему нет смысла подписываться на еще один, потому что он не увидит. Ну, то есть просто стоимость подписчика средняя выросла. Потом не стоит делать длинные публикации, потому что люди довольно быстро устанут скроллить. То есть нет, если у вас очень интересная, если вы очень интересные пишите, очень интересная история, окей. Но, опять же, красивые картинки тоже спорная история, потому что все-таки у людей в Телеграме больше... Ну, им проще читать, чем читать или слушать сообщения как максимум. Потому что это какие-то понятные теоретические паттерны, которые... Ну, вот, как бы, мессенджер я пишу, допустим, или я читаю сообщения о картинке, одним и что-то другое. Не стоит использовать много смайликов, прям вот... Это, опять же, для ядра аудитории в Телеграме это признак какой-то вот швизны, какой-то там, какого-то спауна. Ну, то есть вот это как-то так воспринимается всякие вот ноготочки. Субтитры сделал DimaTorzok